Губернатор Свердловской области Евгений Куйлышев на традиционном бале прессы, посвященном Дню Российской Печати, призвал представителей средств массовой информации принять активное участие в информировании уральцев о пятилетке развития программы, которая в ближайшее время будет разработана областным правительством для того, чтобы вывести Средний Урал в тройку российских регионов, лидеров в экономике и социальной сфере. Открывая торжественное мероприятие, глава региона напомнил, что на прошлой неделе отмечалась очередная – 83-я годовщина со дня образования Свердловской области, отметив, что история уральской прессы тесно связана с жизнью региона. На протяжении всех 83-х лет средства массовой информации были не только участниками, но и организаторами, инициаторами многих славных традиций, которые живы и по сей день. Сегодня Свердловская область занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации по количеству и качеству средств массовой информации. Около тысячи печатных изданий, только вдумайтесь, и порядка 70 теле- и радиокомпаний сегодня осуществляют свою деятельность на территории Среднего Урала. Сегодня СМИ ежедневно рассказывают уральцам о важнейших мировых, российских, региональных и, конечно же, муниципальных событиях. Губернатор напомнил, что региональные власти стремятся к системной поддержке региональных средств массовой информации, особенно печатных и электронных изданий в небольших муниципалитетах. В этом смысле отметил Евгений Куйвышев очень важен новый проект областной газеты «Вместе». На мой взгляд, это хорошая идея, она, как вы знаете, заключается в том, что в своей презентации наши районные, муниципальные СМИ, СМИ, которые работают на земле, делают на страницах нашего главного печатного издания Среднего Урала, областной газеты. Это значит, что сегодня есть возможность в наших, извините за сленка, районах, наших маленьких и не очень больших и средних средств массовой информации провести свою презентацию на страницах областной газеты, тем самым заявить свой уровень. Губернатор напомнил, что в этом году отмечают юбилей сразу несколько старейших региональных и муниципальных газет. 110 лет с момента выхода первого номера отпразднует «Уральский рабочий». Столетие встретят газеты «Серовский рабочий» и «Известия города Туринска». 60-летие отпразднует газета «Вечерний Екатеринбург». Кроме того, значимые даты отметят телекомпании региона, областное телевидение, 41-й домашний и АТН. Глава региона отметил, что роль региональных СМИ заключается не только в достоверном оперативном информировании аудитории, но и в воспитании гражданственности и патриотизма, укреплении авторитета и доброй славы Свердловской области. Губернатор отметил, что сейчас перед регионом стоит очень важная и непростая задача. Необходимо в ближайшие пять лет сделать качественный рывок в развитии Свердловской области, обеспечив место нашей области в первой тройке российских лидеров в экономике, социальной сфере, росте реальных доходов и качество жизни уральцев. Я дал поручение правительству Свердловской области разработать подробный план, как вы знаете, реализации пятилетки развития. И уверен, что средства массовой информации Свердловской области примут самое активное и самое действенное участие в реализации этого проекта. О высоком уровне развития уральских СМИ свидетельствует признание заслуг Свердловских журналистов на самом высоком уровне. В ходе приема губернатор объявил о том, что государственной наградой медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени в скором времени будет отмечен председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин. Губернатор поблагодарил Александра Юрьевича за большую работу, активность, искреннюю заинтересованность в развитии уральской прессы, соблюдение принципов независимой и объективной журналистики, поддержание конструктивного диалога с органами государственной власти. Александр Левин, в свою очередь, поблагодарил главу региона за постоянное внимание к журналистскому сообществу, за сохранение и продолжение традиций проведения торжественных приемов по случаю Дня российской печати, а также за создание в Екатеринбурге Дома журналистов. Евгений Владимирович, еще один момент, связанный с тем, что мы вполне можем зачислить у вас наше журналистское братство, потому что вы регулярно на постоянной основе сотрудничаете с областной газетой и публикуете там свои программные интересные статьи, последние из которых под заголовком «Переломный момент» опубликовано несколько дней тому назад. Традиционно в Бале прессы Евгений Куевышев вручил заслуженные награды представителям журналистского сообщества. Так, за особые заслуги в сфере социального развития Среднего Урала, знаком отличия за заслуги перед Свердловской областью третьей степени, награждена член Совета ветеранов СТСЖ Нина Ерофеева. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие СМИ на территории Свердловской области, грамотами губернатора награждены внештатный автор газеты «Кушвинский рабочий» Владимир Гвоздиков, заместитель гендиректора ООО «Областное телевидение» Виктор Шадрин и директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина. Кроме того, четырем представителям СМИ и губернаторам были вручены благодарственные письма. Среди награжденных – добрый друг нашей телерадиокомпании, главный редактор Верхнепышминской газеты «Красное знамя» Ирина Протасова. Поздравления в адрес журналистского сообщества на торжественном приеме также прозвучали от представителей администрации Екатеринбурга и Законодательного собрания Свердловской области. Интересно, что кроме официальных поздравлений, журналисты сами отметили значительный вклад Александра Левина в развитие средств массовой информации, как региональных, так и российских. Сдружившиеся во время последнего фестиваля прессы в Дагомысе, они подарили ему авторскую куклу в память об этом знаковом событии, из которого родилась масса уникальных творческих проектов. Среди участников бала были и артемовские представители газет «Все будет» и артемовский рабочий, и, конечно же, наши телерадиокомпании «Альтекс Медиа». Важно отметить, что высокая награда президента России и председателю Свердловского творческого союза журналистов – это оценка работы и всей уральской журналистики. Несмотря на то, что в нашем муниципалитете далеко не всегда местные редакции сходятся во мнениях и методах подачи материала, все же нужно отметить, что для такого небольшого округа количество СМИ достаточно велико. Что говорит об интересе артемовцев к различным сторонам жизни своей малой родины, их небезразличие к процессам, происходящим в ней. К сожалению, иногда некоторые артемовские СМИ позволяют себе бездоказательное заявление, передергивают факты и, возможно, невольно вводят своих земляков в заблуждение относительно тех или иных вопросов. Однако нужно отметить, что население зрелого возраста, и особенно молодежь, все реже покупается на подобные уловки, предпочитая перепроверять информацию в других источниках. Что говорит о росте как сознательности артемовцев, так и увеличении желания сравнивать различные точки зрения, предпочитая все же оставить формирование мнения за самими собой.